Десятки интернет-проектов, электронные выставки крупнейших российских музеев, публикации архивных документов в сети, расширенное заседание Совета Фонда Истории Отечества в этот раз было посвящено развитию новых подходов к продвижению историко-просвидительских проектов в онлайн-пространстве. При поддержке Фонда Истории Отечества в Государственном историческом музее ведется работа над онлайн-экспозицией «Ленин». Открылись виртуальные выставки в Кунсткамере, в Архангельском краеведческом музее. Особо отмечу просветительскую работу Федерального архивного агентства. Документальные выставки Росархива традиционно привлекают к себе самое широкое внимание. Взять, к примеру, знаменитый и очень значимый цикл «Лидеры советской эпохи». Большой интерес у пользователей вызывает и размещенная на сайте Российского исторического общества электронная библиотека исторических документов, где собраны уже более 100 тысяч официальных оцикрованных архивных источников. Тысячи сборников и архивных материалов. Многие из них вышли после развала Советского Союза и открытия архивов, и до последнего времени они были настоящей библиографической редкостью. В электронном формате они так и не появились в открытом доступе. Теперь эти документы распознаны и размещены на онлайн-портале. По каждому возможен сквозной контекстный поиск. Охват на данный момент от истории революции и гражданской войны до Великой Отечественной, но список тем в дальнейшем будет расширяться. Письмо Фитина Дмитрову. Слева оригинал публикации. Можно проверять точность распознавания и ссылаться на опубликованный документ. А вот справа распознанный текст. И вот здесь возможен как раз поиск. Можно копировать, можно цитировать. Еще один масштабный проект «Цифровое средневековье» собрал огромный массив данных. На сегодняшний день хронологические рамки по русской истории включают 9-16 века. По европейское повествование охватывает с 9 по 12 столетия. Как изменялись границы государств? С какими событиями это было сопряжено? И, наконец, кто был в них главным действующим лицом? Например, в строке поиска можно задать запрос «Иван Грозный» и получить исчерпывающую информацию от рождения монарха, истории его предков до ключевых исторических моментов, заключения дипломатических и торговых договоров и основных сражений. Князья, герцоги, графы, короли – это сами территории, это основные события, которые там происходили, они тоже показаны на карте. Битвы, посольства, договоры – в общем, очень многих деятелей Средних веков можно найти на этом ресурсе и посмотреть, соотнести, что происходило в одно и то же время в разных частях Европы. 90 тысяч записей на сегодняшний момент сделано на этом ресурсе. Нужно, конечно, этот проект развивать. Мы приглашаем всех любителей средневековой истории этим пользоваться и присылать нам свои предложения замечания. Как отмечают эксперты, проект уже превосходит имеющиеся мировые аналоги, и его смело можно использовать в учебной работе, как для школьников, так и для студентов. В перспективе цифровое средневековье станет доступна и англоязычной аудитории. К началу нового учебного года планируется также запустить еще один проект – «Рио Компас». Он позволит быстро ориентироваться в различных ссылках на научные статьи, подкасты, документальные фильмы и другие материалы, которые будут полезны учащимся и не только. Все представленные материалы будут отобраны профессиональными историками. Особое внимание в год 75-летия Победы вне всякого сомнения и теме Великой Отечественной. Российское историческое общество подготовит выставку документальных материалов о преступлениях нацистов на федеральном уровне. Эту выставку мы будем экспонировать и в Москве, а затем и во всех регионах нашей страны. И второе, не менее важное, у «Рио» есть хороший опыт проведения зарубежных выставок. Я думаю, что будет очень интересно, если мы развернем эту выставку о преступлениях нацизма, расскажем современным западноевропейцам, что нес с собой новый нацистский порядок и чем он обернулся для завоеванных народов. Международные проекты не замораживаются даже в условиях пандемии, хотя большинство по понятным причинам проводятся онлайн. Историко-документальные выставки «Путь к победе» размещены на сайтах посольств России в Эстонии, в Чехии и в Австрии. Исключение – Сербия. Сразу после снятия ограничений экспозицию открыли на главной площади Белграда. Не прекращается сотрудничество и по линии двухсторонних международных исторических комиссий. Я предложил, чтобы мы занялись все-таки историко-классическими, не политическими степуляциями, а чтобы мы занялись реальным изучением проблем войны, какие научные вопросы связаны с этим. Вот наши международные комиссии, они сообщили мне вчера, позавчера, что они готовы, чтобы мы даже в онлайне можем провести с ними встречу, примерно 10 человек, где может быть рассмотрено по итогам 75-летия, что в конце концов, какие важные проблемы истории войны, и в том числе то, о чем говорилось, и совместные действия, они готовы в этом участвовать. Участие в заседании принял и директор Российской национальной библиотеки, одной из старейших в стране, которой на днях исполнилось 225 лет с момента образования. В ее фондах около 700 тысяч оцифрованных документов. В их числе древнейший список лаврентьевской летописи, датированный 1377 годом, а также знаменитая Астромирова Евангелие. Многочисленные онлайн-проекты сейчас активно реализуют и отечественные археологи. В частности, Институт археологии РАН сегодня предлагает аудитории сразу несколько виртуальных туров по выставкам и уникальные материалы экспедиций. Историки оказались лишены доступа к библиотекам, к архивным фондам, и в выигрыше оказались те команды, те учреждения, которые обладают собственными ресурсами, которые довольно хорошо представлены в интернете. Они могут быть использованы в исследовательской работе, и электронные архивы, и электронные библиотеки. Так что здесь идет очень большое обновление. Новые формы всегда порождают поиск нового какого-то содержания. Современные цифровые технологии позволяют даже порой лучше, чем перед витриной в музее рассмотреть детали того или иного проекта. А уже дух эпохи прикосновения к подлиннику — это совсем другие ощущения, другие потребности, удовлетворение которых придется пока отложить. Но, несомненно, мы все потом пойдем в музей, библиотеки, архивы. Интересные онлайн-проекты подготовили и сотрудники музея истории и литературы имени Даля. Этот музей включает в общей сложности 12 площадок в Москве, Подмосковье и других регионах страны. Так, например, онлайн сейчас работает сразу несколько выставок и циклов лекций. Причем услышать можно не только современных лекторов, но и даже записи голосов писателей довоенной и военной эпохи. Ты помнишь, Алеша, в дороге сваленщины, в вашей виде сваленщины, в другие гости? По итогам заседания было принято решение провести дополнительный конкурс историко-просветительских онлайн-проектов. Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте Фонда Истории Отечества. Заявки начнут принимать уже в июне. Служба информации Фонда Истории Отечества. Фонда Истории Отечества